Недавняя реабилитация польских офицеров воспринимается как вполне естественный шаг в русле нынешней российской политики относительно Катынского расстрела. Если Государственная Дума, не имея на то ни малейших доказательств, выдержавших судебную проверку или хотя бы способных выдержать судебную проверку, решила, что в расстреле польских пленных виновен именно Советский Союз, то совершенно естественно и в дальнейшем продолжать ту же политику и в частности реабилитировать этих офицеров. Ну, понятны и следующие шаги этой политики. Поскольку закон о реабилитации жертв политических репрессий предусматривает и определенные материальные компенсации, то, несомненно, теперь придется эти компенсации давать. Более того, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что в отличие от большей части реабилитированных граждан СССР, эти поляки будут компенсированы по западноевропейскому максимуму. О каких суммах пойдет речь пока говорить трудно, но, в общем-то, известно, что заинтересованные лица в Польше называли самые разные суммы от символического одного евро, хотя в Польше евро пока еще не в ходу, но им, очевидно, уже проще мыслить в общеевропейских категориях, до вполне серьезных сумм по нескольку сот тысяч или даже миллионов все тех же евро. И, в принципе, нельзя исключать никакой вариант, поскольку в судебной практике наблюдались очень многие решения. Например, в американской судебной практике разнообразных компенсаций принято исходить из той суммы, которую человек, ставший жертвой, мог бы заработать за всю свою жизнь. Понятно, что польские офицеры, бывшие в тот период довольно привилегированным сословием, на тогдашнем польском фоне жили довольно благополучно, как правило. И это значит, что, исходя из нынешнего польского уровня жизни, возможные компенсации действительно могут исчисляться сотнями тысяч евро. Самое же интересное, на мой взгляд, в этом деле, то, что реабилитация этих офицеров имеет под собой еще меньше законных оснований, чем объявление Советского Союза виновным в этом расстреле. То, что существуют совершенно бесспорные и очевидные в буквальном смысле слова, то есть доступные невооруженному глазу, доказательства того, что поляков в Катыни расстреляли именно немцы, это давно известно. То, что в других местах, объявленных местами захоронения польских военнопленных, ни одного польского военнопленного нет, и отродясь не бывало, ни в Медном, в Тверской области, ни в Пятихатках, в Харьковской области. Это тоже давным-давно известно. И, в общем-то, понятно, что никто не фотографировал, как польские археологи своими руками подсыпали туда старые газеты и календарики. Но то, что эти предметы польского происхождения найдены только и исключительно в тех местах, куда поляки могли добраться до начала раскопок, это факт. Так что количество доказательств того, что поляков расстрелял Советский Союз, существенно меньше нуля. Но количество доказательств того, что расстрелянные подлежат реабилитации, еще меньше. Потому что некоторое количество пленных поляков действительно было осуждено к разным срокам лишения свободы. А некоторые даже расстреляны в строгом соответствии с действовавшим тогда законодательством. Причем с той частью этого законодательства, которое по любым меркам любой страны безусловно уважаемо. Например, было расстреляно несколько десятков сотрудников польской разведки в 20-е годы, организовывавших разбойничьи налеты, диверсии, террористические акты на территории СССР силами в основном русских противников советской власти, поселившихся в Польше после гражданской войны. Извините, но общепринятая мировая практика состоит в том, что подобные деяния наказуемы при первой же возможности. Если после воссоединения Германии в Федеративной Республике Германии судили сотрудников разведки Германской Демократической Республики, причем судили за деяния, в общем-то, значительно менее опасные, не за диверсии, не за террористические акты, которых ГДР, отродясь, не устраивало, а просто за сбор сведений по другую сторону границы, то, соответственно, и эти приговоры польским разведчикам должны быть уважаемы всеми странами. Аналогично были осуждены, в том числе и к смертной казни, польские полицейские, прибегавшие к репрессиям против русского населения той части России, которую Польша оккупировала в 1920 году. Я знаю, что сейчас эти земли принято именовать Украиной и Белоруссией, но тогда еще этого безумного разделения единого народа на куски не было. Так вот, эти поляки, как преступники против оккупированного ими народа, тоже подлежали суду по законам любой страны. Кроме того, был в советском законодательстве той поры довольно специфический пункт, согласно которому преступления против рабочего класса и политических партий, представляющих его интересы, в любом уголке земного шара подлежали советскому суду, так же, как если бы были совершены против рабочих и организаций, представляющих их интересы, в самом Советском Союзе. Это, конечно, политически ангажированный пункт закона, но, во-первых, даже тогда никто его не пытался оспаривать, не только в международных судах, но даже в пропагандистском плане. Во-вторых, если мы посмотрим на деятельность, например, Соединенных Государств Америки, мы убедимся, что они исходят в точности из того же положения, только, естественно, рассматривают интересы не рабочих, а тех слоев общества, которые у них сейчас правят. То есть это, опять-таки, вполне международно признано. К сожалению, уголовные дела против польских военнопленных до сих пор засекречены, что само по себе, с моей точки зрения, может рассматриваться как довольно убедительное доказательство того, что они не поддерживают, не подтверждают нынешнюю официальную точку зрения. Приходится исходить из косвенных оценок и слухов, по которым общее число казненных, повторяю, в абсолютно законном и бесспорном порядке, колеблется где-то в пределах от трех сотен до трех тысяч человек. Единственное, в чем можно быть абсолютно уверенным, в том, что ни один из этих казненных не находится ни в Катыни, ни тем более в Медном или Пятихатках. Их судили в совершенно других местах и в совершенно других местах приводили в исполнение приговора, если приговоры были смертными. Для того, чтобы объявить реабилитированными этих людей, надо по меньшей мере объявить юридически ничтожными интересы нашей страны на протяжении всей ее истории и интересы нашего народа на протяжении всей его истории. Что же касается прочих польских пленных, то Советский Союз их не расстреливал, а потому и реабилитировать их не может. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...